друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр лёльки поберухи ролик который она выложила на канале деревенский дневник ролик под названием муж отказался работать почему я таких выбираю очень странный вопрос на который есть простой я бы сказала вполне себе простецкий ответ ну собственно а из кого из кого тебе выбирать на тебя очередь из мужчин тем более уж из достойных мужчин никогда не стояла не стоит да и стоять как известно не будет поэтому приходится тебе выбирать и работать с тем материалом который ты имеешь да это вот такие вот альфонсы которые готовы жить за твой счет вот собственно все твои мужички далее смотрю усили с грехой и решили сводят дебет с кредитом ой люлька прости с кребетом как ты говоришь да ну а далее друзья мои нас ждет реклама отбеливателя боже мой а ролик аж на целых 12 минут то есть я могу предположить заранее что реклама отбеливателя будет где-то примерно целых половину пол ролика целых 6 минут как то так именно по этой причине поберуха и вышла если бы не надо было отрабатывать рекламу если бы не рекламная интеграция люлька бы и выходить собственно не стала а зачем ни царско ни барское это дело хочу говорить показать мужу как все это дело работает но был как работает в действии отбеливатель и в итоге друзья мои чтобы вы думали греха уже сам смотрю вкалывает сам не жалея живота своего заморгал наш грешание друзья мои пуще прежнего ну собственно с лёлькой поживешь еще как говорится не так моргать будешь да нервы она видимо ему треплет очень крепко на что хочу обратить ваше внимание на то что грешание всегда рядом с лёлька люль а как же его такая важная работа как же те самые разговоры о том что он приезжает домой только раз в три дня что он работает 24 на 7 и только воскресенье у него бывает выходной хотя опять несостыковочка да то раз в три дня приезжает домой то только в воскресенье выходной а мы как не посмотрим с вами ребята а он все у нас грешание рядом с лёлькиной юбкой все как всегда вы знаете что то это мне напоминает ах да предыдущие лёлькины отношения там точно такой же был сценарий кстати забегая немножко вперед скажу что все сто процентов лёлька из грешаний разойдется потому что уже у них пошли как говорится те же самые сценарии которые лёлькой уже были были нам продемонстрированы с ее вот этими бывшими мужиками мужьями и так далее в общем обо всем по порядку говорит решил помочь жене моргает и моргает 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 и моргает грешань ну а лёлька смотрю разошлась ей знаете палец покажи она и руку да по локоть откусит вот и она посмотрела что грешане повелся как лох чилийский на лёлькины вот эти вот значит задания и говорит дам ему новые задания ну а грешка смотрю уже разошелся не на шутку возомнил себя великим блогером и начинает рекламировать этот отбеливатель вы знаете я что смотрю друзья мои что лёля с гришей по-прежнему ходят по дому друг за другом гуську я так понимаю им нечем больше заняться в огромном семействе но нет никаких дел понимаете вот вместе походили по дому потом вместе пошли в сарай о чем это говорит это говорит о том что все дела уже переделаны и как бы поберуха ну так вскользь как она да ой да я все сама по дому делаю да у нас там дойры есть да понятное дело что по дому работают как раз таки помощницы ну а по хозяйству работают помощники они от нефиг делать ходят до друг за другом им нечем заняться вот если бы у них действительно поистине было огромное количество работы ребят они бы носились просто стирая пятки по одно место им бы было бы некогда друг за другом ходить гуськом и показывать всякую билибердятину если бы она занималась бы роликом и снимала бы рекламу то он бы там упахивался по полной программе где-нибудь там на хозяйстве по дому там везде и так далее здесь даже близко этого нет далее от нефиг делать пошли уже вместе на хозяйство она говорит ой а ты-то у меня в камеру так говорит хоть помещаешься смотрит она значит когда они идут вместе на хозяйство в сарае ты знаешь мне кажется что грешанию за тобой точно не видно ты собой заслонила абсолютно все что можно и нельзя далее представляете пришли они и обнаружили а у них уже корова отелилась ночью я и говорила люлька мы поставим камеры все там подключим я и сказала хоть ставь там камеры хоть камеры не ставь толку никакого не будет абсолютно как она не видела что у нее телятся коровы так она и не увидит да вот случайно чисто случайно в прошлый раз они как раз таки попали шуриком на этот отел коровы до этого дочка саша прибежала увидела что корова уже отселилась да это было еще зимой ну а сейчас вот видите а у дуэр дуэр там был и собственно лёлька вот принеслась а там уже а там уже теленок во всей красе она давайте давайте я же даже не знаю кто это сейчас вот мы посмотрим кто это радуется поднимает палец вверх мол тёлка родилась мы так счастливы понятное дело поберуха довольно как слон схватила эту тёлку ребят я просто в шоке схватила ее на руки и давай держать ее на руках на минуточку но я думаю мы все прекрасно помним да каждый из нас кто был беременный кто рожал друзья мои да но ни одна из нас будучи беременной тем более да уже на достаточно все-таки таком немаленьком сроке одно дело ладно когда бы ты знать не знала другой момент когда ты уже беременная несколько месяцев ты поднимаешь тёлку на руки которая весит не как маленький щенок не как маленький котенок да и даже не как взрослая кошка там ни четыре не пять кг как говорится а значительно больше я сказать что я была в ахере ребят это просто не сказать ничего представляете тетка которая рассказывает нам о том что боже я так переживаю а вдруг там будет замерзшая беременность а вдруг туда вдруг сюда я так этого боюсь и так далее правда а я вот не верю что она боится чего-то вы понимаете она ничего не боится я никогда не забуду как она распласталась будучи беременной вероникой распласталась у себя там как раз таки на хоздворе там был гололед жуткий это чеканашка побежала там с этими значит с пакетами там со всякими там с консервами там она принеслась с магазина и понеслась туда на этот хоздвор и будучи уже с огромным животом это было перед тем как она отправилась в питер у нее федя бредя еще служил да как раз таки в военной академии она поперлась к нему там на 1 апреля на днюху да хотя ей уже по сути было никуда нельзя ездить потому что ей надо было уже по большому счету лежать на сохранении и она тогда распласталась прямо на и ржала как лошадь я на нее смотрела тогда вот это было несколько лет тому назад да как раз таки я думаю блин как тебе не страшно как ты не боишься но опять же видите когда столько детей тогда наверное не боятся тогда не боятся одним больше другим меньше но я так понимаю поберуха как и колеса живут именно по этому принципу потому что в нормальных семьях женщины боятся боятся конечно же мало ли что да ты упала что это может принести какой там не дай бог навредить ребенку да который у тебя под сердцем и так далее а здесь представляете баба будучи беременной да взяла и схватила теленка подняла тёлку на руки я вообще я просто обалдела но что говорит у меня говорит слабость слабость я же говорит болею оно и заметно нет бы грехи дать поднять эту тёлку но понятное дело греха не ту тёлку поднять не может не свою тёлку поднять не может греха я смотрю вообще поднять ничего не может далее значит что у коровы она рассказывает ой говорит да да мы говорит думали что двойня у этой коровы агата вот которая делилась раньше времени а что говорит у неё тоже говорит как у меня срок говорит маленький а живот говорит очень большой далее друзья мои она говорит ну что муж что скажешь будем расширяться этот заморгал еще больше и говорит ну типа да да будем ну понятное дело а чё бы ему не расширяться за чужой счет за счет своей женушки за счет ведроголовых хомяков которые продолжают донатить этой поберухи чего по этой наглой морде грешани а он друзья мои такая же наглая морда как и поберуха чего бы ему не собственно не расширяться я думаю все это все прекрасно понимает то есть он точно такой же наглый я смотрю ему не совестно ему не стыдно разводить бабок пенсионерок на деньги вообще нисколько не совестно ну она говорит ну да она говорит да говорит конечно говорит теперь говорит будет такая говорит тебе говорит большая нагрузка а ты говорит не боишься что говорит будет такая большая нагрузка если говорит мы будем расширяться А что тут же Гришаня, друзья мои, моргаючи нашел, что сказать. Ну что ж, в таком случае я уйду с работы. Если не буду справляться, да, то, мол, тогда уйду с работы, пожертвую работой ради хозяйства. Ребята, ну что, мало того, что я забегая вперед, хочу сказать, что это как раз таки и есть тот самый сценарий, да, уже разработанный сценарий, уже отработанный годами. Я бы сказала, что мы этот сценарий уже с вами слышали и видели миллион раз. У нее такая же ситуация была с Женей, да, у нее такая же ситуация была с Шуриком. Вот сейчас ситуация, сценарий просто, знаете, тютелька в тютельку, просто с Гришаней все то же самое. Так вот, я уверена, что это все у них уже проработано. Нигде Гриха, скорее всего, вообще не работает, да, нигде он не работает, поэтому у нас, нас с вами подводят к тому, зрителей подводят к тому, что Гришани, конечно же, выбирая между работой и выбирая между хозяйством выберухи, и сейчас выберет хозяйство, а что ж, муж же должен находиться дома и должен помогать. Как интересно. А ведь совсем буквально недавно, еще буквально там неделю, две-три недели тому назад, Лелька нам рассказывала о том, что, ну, не может муж у меня постоянно находиться на хозяйстве по той простой причине, потому что он работает. Для него работа на первом месте, а уже, оказывается, может, да, уже, оказывается, зная, что есть работа, которая типа приносит деньги, да, ну, в общем, все то же самое. Никто из мужиков, из, ну, их мужиками-то назвать язык не поворачивается, никто из альфонсов по берухе, да, неважно, кто они там, сожители, мужья, никто из них работать не хочет. Они хотят сидеть на шопе ровно и ничего не делать. Жить за счет паперухи и, собственно, жить за счет вот этих вот обожателей Лельки. Ну да, говорит, если что, говорит, я уйду с работы. Ну да, было бы с чего уходить, понятное дело, что нет там у Гришани никакой работы. А если и бывают там раз в пятилетку какие-то шабашки, то, видимо, овчинка выделки явно не стоит. Ребята, ну, о чем, о чем это говорит? Это говорит о том, что паперуха содержит этого своего очередного альфонса, с которым она теперь уже состоит в законном браке. Понятно, теперь она будет содержать не только его, но еще и его детей будет содержать, да, так или иначе. В общем, все только начинается. Сценарий тот же, который мы с вами уже знаем от и до абсолютно. Этот сценарий Лелька просто со всеми своими мужиками уже прокрутила миллион раз. Мы с вами прекрасно понимаем, начинается все за здравие, закончится, как обычно, за упокой. Лелька всегда изначально за то, чтобы мужики, ее мужья там или сожители находились рядом с ней, нигде не работали, потому что она там боится, уведут, не уведут, туда-сюда, пусть сидит возле моего бабского подола. Но мы знаем прекрасно с вами, что когда мужики у нее начинают сидеть по ее же хотелке возле подола, потом эта Лелькина доедает, ей хочется, чтобы мужик зарабатывал деньги, а он не зарабатывает деньги, да. И, собственно, все. Сказочка заканчивается, так и не начавшись. И все, это билеты, я бы сказала, в один конец. Короче, да, можно уже смело помахать. Хомяки, махайте, да, там, махайте, хотелось бы, нет такого слова, да. Помашите ручкой Гришани. Гришаня тоже скоро покинет Поберуху. Ну, а все потому, что Поберуха сама даст ему рано или поздно пинка под зад, потому что ей нужен мужик, который бы зарабатывал деньги. А Гришаня тоже не хочет деньги зарабатывать. Скажет, а я что, рыжий, что ли, да? А я что, тут вот, извините, там Шурик не работал, не работал и сидел на Лелькиной шее. Ну, правда, долго он не высидел, а скажет, а я тоже не хочу работать. Зачем мне это нафиг надо? Ну, а далее, друзья мои, уже лицемерная позиция нашей блогерицы, которая тут на днях в том числе и, да, на последнем стриме кричала о том, что у нее 800 тысяч подписчиков, которая сказала, «Я знаю, что вы ждете от меня, мол, каких-то слов, каких-то эмоций». Это она имеет в виду теракт, который произошел в Москве, в Крокус-Сити-Холле, да? «Я», говорит, «наверное, и заболела из-за того, что случилась эта трагедия, случился этот теракт из-за того, что», говорит, «да». Я думала, может быть, она хотя бы вспомнит про людей, да, которые погибли и что-то скажет, да? Какие-то слова соболезнования, хотя, опять же, это время уже прошло. Как известно, хороша ложка к обеду, да, потому что эта трагедия случилась, случилась вечером в пятницу. Окей, вечером в пятницу, конечно, я прекрасно понимаю, что не все об этом сразу узнали, многие об этом вообще не знали, даже близко, да? А вот потом, ну, в субботу узнали, в воскресенье это был день траура и так далее. Так вот, друзья мои, что я хочу сказать, она говорит, «Вы ждете от меня каких-то слов, эмоций?» Лёль, они уже никому не нужны. Кто от тебя что ждет? Никто от тебя вообще ничего не ждет. Я заглянула к своим подопечным только сегодня, друзья мои, в понедельник, потому что я ни субботу, ни воскресенье не выкладывала никаких обзоров, потому что это действительно был траур. Да, мы 24 на 7 сидели в телеграм-канале у меня, писали, высказывались, и вот действительно это все вот это вот было прямо, как говорится. Но в любом случае я не смотрела, не заходила ни к кому из своих подопечных, но когда зашла и увидела, что это настолько деграданты, вот не зря я на них делаю свои обзоры, потому что эти деграданты даже никак вообще никак не отреагировали на эту всю ситуацию. Никто из моих подопечных на нее абсолютно не отреагировал. Вообще никак. Ну, одна там сделала момент лицемерия, потом всех обосрала, и в общем. Поберуха нигде ни словом, ни полсловом не обмолвилась, да, видимо, испугалась за свой YouTube-канал, хотя, опять же, я говорю, это был теракт, это не политика, это теракт, да, который произошел у нас, в нашей стране, и я, говорит, заболела из-за этого. Ну да, Поберуха. Заболеть ты можешь только в одном случае. Если у тебя либо мандинь твоя заболела, либо где-то ты там денюжки потеряла, вот тогда ты можешь действительно заболеть. У меня, говорит, дети-то живут в Москве, и вот там вот как раз-таки и так далее. То есть ей плевать на тех людей, которые погибли, да, вот она вот, я так за это переживала. Я, говорит, это комментировать не буду. Зачем? Правильно Поберуха. Зачем это комментировать? Ведь ты боишься, конечно же, боишься, естественно. Правильно? Лучше комментируй свои сиси, писи, хвосты, своих сожителей, своих вот этих вот мужичков, альфонсов. Это у тебя получается намного лучше. Продолжение следует. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова